Приветствую вас в Ереване на очередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ. Сегодня завершается председательство Республики Армения в ОДКБ. Этот период был весьма насыщенным. Мы отметили 30-летие подписания договора о коллективной безопасности и 20-летие создания ОДКБ. Вопреки юбилеям, настроения у нас, к сожалению, отнюдь не юбилейные. В течение двух последних лет страна-член ОДКБ Армения как минимум три раза подверглась агрессии со стороны Азербайджана. Удручает то, что членство Армении в ОДКБ не сдержало Азербайджан от агрессивных действий и тем более, что фактически до сегодняшнего дня нам не удалось прийти к решению по поводу реакции ОДКБ на агрессию Азербайджана против Армении. Эти факты наносят огромный урон имиджу ОДКБ как внутри нашей страны, так и за ее пределами. И я расцениваю это как главную неудачу председательства Армении в ОДКБ. То же самое могу сказать о фактах эскалации на границе между нашими союзниками Кыргызией и Таджикистаном. При этом должен отметить и наши успешные действия. Имею в виду оперативную реакцию ОДКБ на обращение президента Казахстана господина Такаева поддержать их в вопросе восстановления правопорядка в стране в январе текущего года. В данном случае мы решили вопрос за ночь, что позволило Казахстану избежать внутригосударственного хаоса. Пользуясь случаем, хочу поздравить Касымжемарта Акимилича Тукаева с преизбранием на пост президента Республики Казахстан. Друзья, повестка сегодняшнего заседания насыщенная. Надеюсь, нам удастся согласовать наши союзнические подходы и добиться слаженного коллективного взаимодействия по актуальным проблемам. Также отмечу, что Станислав Васильевич Зась завершает трехлетнюю деятельность в должности Генсека ОДКБ. Хочу поблагодарить его за проделанную добросовестную работу. Поскольку с начала 2023 года в ближайшие три года обязанности Генсека ОДКБ будет исполнять представитель Казахстана Имангали Нургалиевич Тасмакамбеков, думаю, будет оправданно, если уважаемый Касымжемарт Кемилевич представит его нам, если считаете целесообразным. Коллеги, предлагаю сразу перейти к вопросам повестки по существу и обсудить формат нашей сессии. Будут возражения, если мы начнем обсуждение в узком составе, а затем продолжим в расширении. Есть какие-то замечания по этому поводу? Это уже фактически традиция для нас. Если так, хорошо, да? Попросим наших коллег-журналистов перейти в зал пленарного заседания.